Чтобы вновь не столкнуться с дефицитом ГСМ и не оставить страну без топлива во время ремонта отечественных нефтеперерабатывающих заводов, Минэнерго решили сделать запасы – 150 тысяч тонн на базе Казмунайгаза и 50 тысяч в Казахстан-Темржула. Кроме этого, необходимо перекрыть каналы незаконного вывоза горючего за пределы республики и обеспечить аграриев дизельным топливом. И все это надо сделать в этом месяце. Отгрузка дизельного топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться с февраля текущего года, то есть за месяц до предыдущих сроков. Плановые работы в одном из нефтеперерабатывающих заводов страны проведут по графику. Создание резервов нефтепродуктов позволит избежать дефицита ГСМ. По данным ассоциации, Жанар Жагармай в этом месяце на Шымкент выделено порядка 33 тысяч тонн ГСМ. С началом весеннеполевых работ и увеличением транзитного потока спрос, скорее всего, возрастет. Поэтому за производством и оборотом нефтепродуктов необходим строгий контроль, считает председатель ассоциации. Наша ассоциация тесно сотрудничает с департаментом экономических расследований. Также необходимо подключить и общественность, комиссию специалистов отрасли, представителей ассоциаций и фискальных органов. Где есть контроль, нет места теневой экономики. Задача – не допустить дефицита и роста цен на горючие смазочные материалы, поставлена и перед Шымкентским департаментом экономических расследований. В прошлом году департаментом выявлены и зарегистрированы три уголовных правонарушения по факту завладения, реализации и хранения нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность выпуска. Кроме того, по факту реализации нефтепродукта по завышенным ценам, один предприниматель привлечен к административной ответственности. Департамент экономических расследований регулярно проводит встречи с предпринимателями, занимающихся реализацией нефтепродуктов, решает возникающие проблемы. В Казахстане запрет на вывоз бензина и дистоплива автотранспортом действует до конца мая. В Минэнерго убеждены, данная мера поможет избежать дефицита горюче-смазочных материалов и роста цен на внутреннем рынке.